Я зашла на сайт Хеби и вот решила заодно с вами поделиться, потому что я уверена, что многие не заходят посмотреть, какие акции, что там вообще происходит в магазине. Сейчас квиз. Сразу вот только вы входите в приложение, там высвечивается квиз, вы нажимаете и вам нужно вот так вот очистить продукт. И здесь мы видим, что маска для лица. Мы типа с вами молодцы. И у нас вопрос. Хотим ли мы пройти квиз и купить эту масочку за один грош? Хотите? Ну давайте. У меня уже есть два купона. Я вам покажу. Переходим, нажимаем. Открывается нам сайт в интернете. Я забыла об этом. В общем, чтобы участвовать в квизе, нужно совершить покупку на 15 злотых. Конечно, специально никто ради этого не пойдет в магазин и не будет тратить деньги, чтобы выиграть что-то непонятное за один грош. Но иногда же так бывает, что вам что-то было нужно. Вы эту купили, вы потратили денежки, вы можете участвовать совершенно бесплатно. Вообще ни за что не платить. И я участвовала два раза, потому что у меня... Вы помните, я консилеры купила. Они как раз-таки стоили 30 злотых. Типа вот, 15 злотых на один купон и 15 злотых на второй. И только поэтому я могла участвовать. Ну ладно, я сегодня как раз-таки иду в хебе. Сейчас я вам покажу, что я подрела до этого. Где это смотреть? Сейчас я не знаю, где какие-то мои данные. Да, мою карточку вам показала, девочки. Не сканируйте. Не тратьте мои там бриллиантики. Это чтобы доставка была бесплатная на сайте. Вот, мы нажимаем «Мои купоны». И вот два купона, которые я выиграла. Первый это мицеллярка Биодерма. За один валют грош. Не один злотый, один грош. Это как одна копеечка белорусская. 250 миллилитров. И ещё какой-то увлажняющий гель для лица. Посидела я, в общем, наверное, минут 20, если не больше. Снимаем масочку. Ну, вроде бы да. Вроде бы получилось. Теперь пойду смывать. Вы смываете водой? Я да, вот эту сыворуду. Мне кажется, вот это уже не впитается. Это всё то, что осталось лишним. Вам тоже тяжело ходить с этим полотенцем на голове? Я не могу, у меня уже и шея болит. Я просто ложусь вот так вот и держу волосы. Давайте наносить SPF. У меня сейчас вот такой вот. Маленький, объём 20 миллилитров, SPF 30. И он glow. Сияющий, девочки. Я вообще так боялась этих всех текстур сияющих. Мне казалось, что у меня жирная кожа. У меня даже никогда не было никаких прям сильно увлажняющих кремов. А сейчас, кстати, после маски, правда, всё стало лучше. Есть ещё шелушение. Ну, как бы, я вообще ожидала худшего. Но сейчас как будто всё уже супер. И, видимо, моя любовь к масочкам возвращается именно таким увлажняющим. Потому что в последнее время я всегда покупала маски против себума, против чёрных точек. Какие-то пилинги прям жёсткие, что у вас всё лицо горит. А сейчас, наоборот, нужен уход такой вот успокаивающий, увлажняющий. И я как будто не верю, что моя кожа поменялась. Он такой вот, чуть-чуть цветной. Ну, как чуть-чуть? Он даже темнее, чем моя кожа. Я выдавливаю на пальчик. Он такой, как флюид. Чуть-чуть надавлю, через камеру не буду. Ну, нет, не темнее. Ладно, не знаю. Почему так было? В общем, до этого мне казалось, что он тёмный. Я его распределяю сначала вот так вот руками. А потом спонжиком. Потому что всё-таки тут есть вот этот оттенок. И кожа очень красиво сияет. Это не так, что вы как блинчик. Как будто масло на вашем лице. Нет, это такой вот эффект. Прям естественное сияние. Очень красиво. Я наношу по чуть-чуть. Аккуратненько. Чтобы мои шелушения заново все не появились. Сходила я, распределила спонжиком напротив зеркала. И всё-таки, да, он темнее. Почему-то просто на камере это не особо видно было. Я извиняюсь за мой задний фон. Там, наверное, вы видите таблетки. Это то, что я перебирала косметичку. И в ванне, когда я вам показывала холодильник, там лежали маски. Это просто потому, что я мыла эту косметичку. Принесла с собой. Вы же знаете, у меня косметика выставлена. Такой органайзер. И сейчас я быстренько накидала в косметичку, которая лежала рядом. Что мне может пригодиться. Конечно же... А, я из-за того, что он имеет оттеночный вот этот SPF. Светленький такой цвет. Ну, как и, в принципе, тональник. Он большую часть перекрыл. Поэтому я не буду наносить CC-креем, BB-креем. Ничего такого. Сразу консилер. Вот этот у меня закончился. Но я хочу прямо его до конца использовать. Теперь это всё будем тушевать. Посмотрите, как я могу приближать камеру. Мне нужно снимать видео, где я сижу и крашусь. Прямо вот так вот на весь экран моё лицо. Ещё мне нужны эти софтбоксы. И вообще, девочки, буду звезда. Я перекрыла, но мне как будто мало. То, что мне не хватает однородности какой-то. Чтоб везде был цвет. Потому что вот здесь как будто тёмное. Это SPF. Здесь тоже щека какая-то, тёмный нос. На камере как будто выглядит нормально. Но в жизни это причём сейчас так выглядит. А что будет потом? А что, кисточки отличаются? Да ладно, девочки, нет. Ладно, новое открыла. Давайте нанесём вот сюда на щёчку. Ну ладно, перекроем ещё немножко. Немножко. Немножко, а тут килограмм дополнительный. И, наконец-таки, выщипала брови. Думаю, кто-то из вас рад. Всё, буду сама краситься. Вроде бы сосед закончил в 9 утра стричь деревья, обрезать ветки. Вы пока что пропустили только этап румяна. Всё. Я использовала до самого конца. Это тинт от Benefit. Оттенок Play. Я даже не знаю, стоит ли наносить пудру. Ну, наверное, да. Как без пудры? Но вдруг она подчеркнёт мне всё. Пудру я сейчас вибо. Её тут буквально, наверное, на два раза осталось. Вот. Берём крышечку. Высыпаем. Ладно, аккуратненько. Если всё испортим, то так надо. Ну, всё-таки, что творит макияж? Совершенно другой человек. Прям хочется улыбаться самой себе. Так как я взяла тушь Maybelline для сегодняшнего макияжа, чтобы она не растеклась, мне нужно хорошо припудрить зону под глазами. Поэтому я наношу маленькой кисточкой. Спрей от Charlotte. Я его обожаю. Мне так нравится. Просто пырыскать на своё лицо чем-то. Плюс, ну, понятно, оно не щипит ничего, но вот именно пудру она как бы смешивает вместе с остальными косметическими продуктами и выглядит всё намного лучше. И плюс её запах. Если бы она пахла обычно, ничем без запаха, я бы не получала такое удовольствие. С тушью и без туши. Мой макияж готов, но как будто мне не нравится. Я привыкла к себе без макияжа, и сейчас для меня вот это как будто перебор. Слишком много макияжа. Идёмте заниматься прической. Я вам сейчас покажу спрей, которым я пользуюсь. Ну, реально, как будто слишком много макияжа. У меня 100% переборщила. Ну, ладно. Так, спрей Kevin Murphy. Вот такой вот. Он с блёсточками. Это именно для брюнеток. Фиолетовый это для блондинок. Встряхиваем. И такая красота получается. Он как... Вот эти продукты. У них одинаковое действие. Ну, по сути. Если вы знаете, что такое жидкий шёлк, то вы поймёте, что этот спрей делает тоже ваши волосы ну, очень такими мягкими, гладкими, шелковистыми. Прям вообще безумно мягкими. Но спрей, он как будто сильнее действует. У меня обычный фен Philips быстро сушит. Прям очень быстро, девочки. Смотрите на его мощность. За две минуты он высушивает мои волосы. Я обожаю этот фен. Осталось расчесаться. И мы с вами готовы. Ну, я вообще не могу себя воспринимать с макияжем. Мне кажется, у меня такое большое лицо. Потому что, ну, сейчас макияж, он же как бы подчёркивает, да, глаза, там, щёчки. А когда без макияжа, то, ну, просто бледное. И всё. Ничего не выделяется. А сейчас как будто у меня такое лицо широкое. Мне, конечно, нужно было бы уже чуть-чуть обрезать кончики. Потому что я это делала, ну, полгода назад. И как бы уже пора. Обычно я обрезаю всегда такую примерно длину. Потом зато волосы здоровые, красивые. Кончики такие, знаете, не секущиеся. Знаю, что всегда вам попадает в кадр вот эти пятна на холодильнике. Они уже здесь, не знаю, четвёртый год. Такая поверхность. И почему-то именно вот здесь вот эти пятна нигде нету. Чем я только их не пытала мыть. Поэтому, если вы можете мне помочь, знаете какие-то средства, жду в комментариях ваши советы. Потому что у меня само это лезет. Я представляю, как вас это лезет. Вы думаете, сложно что ли помыть? Как вам меня слышно? Я себе нацепила микрофончик. Не знаю, работает он или нет. Но я решила попробовать снять с микрофоном. Мне самой интересно, какой будет звук. И вот мой образ на сегодняшний день. Я решила пойти в таких вот брючных штанишках. Они широкие, они длиннющие. Но мне они нравятся. Несмотря на то, что они такие вот прям брючные, да, официальные, они комфортные, как будто это спортивный костюм. То есть я не чувствую, что я в каких-то вот таких штанах. Поэтому очень удобно. И так как у нас жара, я пойду вот в этой майке. Да, не самый лучший вариант. Но, девочки, что не сделаешь ради удобства. И пойду с хвостиком. Надеюсь, вам видно мою резиночку леопардовую. Это как у моей мамы. Бантики как будто немножко дешевят образ. Но с другой стороны нормально. С коровой давай я чуть-чуть постою. В идеале я бы надуть гелием, но, извините, не сегодня. Ну что, девочки, вам меня слышно? Я сижу у себя во дворе на таких вот лежачках, думаю, вы видите. На самом деле удобно. И днём, когда есть солнышко, тут специально такой зонт большой. Вообще приятно находиться сейчас на улице. Единственное, что я одна. Обычно полно детей, всем весело. А сейчас мне скучно. За кем мне наблюдать? Реально, а где все? Сегодня суббота. В выходной все должны идти и гулять на улицу. Я уже приехала с Макотова, как вы поняли. О, кто-то, наверное, едет на площадку. Ура! Купила карту памяти, оплатила. И заказала её в пачкомат, потому что наличия в магазине не было. На 512 гигабайт памяти, девочки, стоила 350 злотых. Когда-нибудь я куплю себе на 1 терабайт и не буду переживать, что мне может на что-то не... Ну, что-то не записаться, не хватить памяти. Вот. Наверное, нужно убрать чуть-чуть микрофончик. Если я его сюда, например, положу, вам будет слышно? Чтоб люди не думали, что я тут репортер. Сходила в Хебе магазин, забрала вот за 1 грош мицеллярную воду Биодерма и какой-то гель для умывания тоже за 1 грош. 300 миллилитров. Это приятно, совершенно бесплатно. Потом в карфюр зашла. В общем, покажу вам распаковочку дома. Сейчас вам быстренько покажу, что купила. Маленькая распаковочка. Я хочу, чтобы вы это увидели, девочки. Я не знаю, передаст ли эта камера, что с моим лицом, с моим макияжем. Я сейчас напрягусь специально. Растяну кожу. Вы видите? Вы видите? Как будто у меня длинная маска под макияжем. И вот такой эффект я получила уже к концу вечера. И плюс я ела Макдональдс прямо вот так вот. Этот бургер. Вот так вот. У меня всё натягивается. Всё потрескалось. Неприятно. Неприятно. Но как будто меня полностью устраивает другой эффект от этой мази. У меня и правда нет прыщей. То, что у меня сухо, да, это плохо, но у меня не вырабатывается жир. Мне кажется, все мои прыщи в испалении именно от Себума. В Хебе. Так. Первое. Вот этот вот умывалка. Вот этот вот. Такая умывалочка, девочки. Апис. Увлажняющая. 300 мл. Выиграла я в квизе. В Хебе. За один грош её купила. И тоже за один грош вот такая вот мицеллярная вода. 250 мл. Моя любимая. Тоже за один грош. В Росмане нашла мамин карандаш любимый. Этот оттенок. Его не найти нигде. В общем, такая японская лапша. Ролтон. Такой супчик. Альметто сыр. Помидорки. И снова взяла вот этот хлеб. Сначала испугала, что его не было в магазине на полках. Типа для похудения. Но какой он вкусный. Какой он мягкий. Там столько семян. Всем рекомендую, девочки. А, и ещё я себе купила вот эту вот карту памяти, но она пока что не приехала ко мне. Может быть, вы слышали, что на Нетфликс вышел новый сериал. Называется «Джентльмены». И мне кажется, он мне понравится. Отзывы хорошие. Третий раз я готовлю вот эту пасту. Цукини и грибами. Мне кажется, она вам уже надоела. А мне так вкусно. Вы бы знали. Начинаю собирать вещи в дорогу. И я вот не знаю, как будто у меня ещё нет атмосферы осени. Когда хочется одевать какие-то такие курточки, штанишки. У меня ещё всё летнее. Шорты, майки. И в Лондоне будет дождь. Сто процентов. Я это уже вижу в погоде. И получается, ну, даже эта курска... Нет, ну, она лёгкая. Я её возьму. Она же новая. Я ещё в ней никуда не ходила. Я хочу её взять. Мне она нравится. Уютная, красивая, такая лёгкая. Но при этом, если ветер не будет продувать... И вот я пока не понимаю, какие мне брать вещи. Потому что я не настроена на атмосферу. Осень. Ну, и что мне брать в кофты. И самое главное, я уже забыла, что у меня есть из осенних вещей. В плане, что есть такое, чтобы, знаете, пофоткаться красиво. Ну, вот эту кофточку я возьму. Хочу. Она прям тёплая. Тёплую. Джинсы. Вот эти штаны. Они как бы, как официальные такие, чуть-чуть глючные. Но очень мягкие и тёплые. Я в них ходила прошлую осень. Каждый день. Потому что джинсы у меня все были маленькие. А тут такая резинка. Ну, в общем, удобно. Ничего не жмят, не давят. Ну, как бы и джинсы нужны. А вот обувь какая. Потому что мои чёрные кеды, они уже выглядят очень плохо. Сегодня моя кожа, я сейчас приближу, выглядит не лучше. Точно так же эти шелушения. Я так хочу, чтобы камера смогла вам передать это всё, чтобы вы понимали, о чём вообще речь. И я не знаю, прекратится это или нет, как вы думаете. Или это закончатся, вот эти шелушения, дикая сухость кожи. Это я уже увлажнила тысячу этапами. Сыворотки, крема, термальная водичка. И это вот так вот выглядит. Я просто сыплюсь. Или это всё прекратится только когда я закончу использовать этот крем. Это то, что я кушаю каждый день. Я нанесла увлажняющую маску для лица. Не знаю, такого. Нашла просто какой-то пробник. Мазвестик. Чтобы начать собирать чемодан, подготавливать образы в Лондон, нам нужно сначала посмотреть погоду. Так, открываем. Ну, подождите, 16-е число. Это понедельник, получается. Понедельник 21 градус будет. Во вторник пока что показывает 35 градусов дождя. Ой, градусов. Процент. И 20 градусов. Ну, на этой неделе вот в какой-то день 14. Даже днём 14, вы представьте. Получается максимальная температура днём. Это, ну, 20 градусов. Это прям максимум. Какой-то там из дней. В какой-то день 22. Но всё равно. Варшаю сейчас 29. 30. Вы понимаете. Разница есть. И я думаю, что вот шорты мне даже, если честно, там и не понадобятся. Наверное, я буду ходить в джинсах всегда. Ну, и не так жарко. И, в принципе, если что, не так холодно. Плюс вечером, не знаю, есть ли там комары. Поэтому джинсы, наверное, лучший вариант. Ну, и всякие штаны. Ну, вот футболки, да, если, например. Хотя, мне кажется, 20 градусов, это тоже холодно. А я не... Вот, как я вам и говорила. Как мне понять, какая там температура, если я привыкла... Если я сейчас нахожусь в другой температуре. Я не могу понять, что я буду чувствовать. Ощущается ли... Ощущается ли холод. Ну, как бы, курточка, наверное, мне нужна. Итак, девочки, первый образ. Конечно, на лице непонятно что. Маска еще. Я увидела новый тренд. Осенью будет стильно носить атласные юбки и свитерочки. У меня есть белая атласная юбка, но как будто не очень красивая. А вот синюю я еще ни разу никуда не носила. Как будто она такая вот получше. Но... Немножко странно, согласитесь. Непривычно, да? Я вообще не фэшн-блогер. Я не умею сочетать одежду. Ношу, ношу, все самое обычное, даже спортивное. Но вот как будто вот это неплохо. Не прям ужас. Кинуть кедики и вот так вот гулять по Лондону, знаете, так с чашечкой кофе. Хожу, гуляю. Вообще на камере так отсвечивает, как будто она какая-то светлая, перламутровая. Но в зеркале я вижу это вот так вот. Как вы сейчас видите, практически черная юбка. А на свету я не знаю, почему она вот так вот в экранчике показывалась. Ну вот, мне кажется, так больше понятно. Что скажете? Нет, ну на самом деле, мне кажется, очень мило. Правда, не знаю, стоит ли. Это же необычное, что это кажется прям обычно. Но это же необычно. И, как вы уже смогли догадаться, я все жду, когда же я смогу ходить в этой курточке. Тут есть все, что есть и капюшон. Ой, не знаю, как она мне нравится. В общем, понятно, что я возьму джинсы с собой. Серые тоже у меня точно такая же модель. Это то, что я покупала в зале на скидке. Просто вы сказали, мне не идет, девочки. Мои любимые джинсы по итогу. Вот возьму серые и... Ну вот юбку, возможно. Вообще у меня есть и вот такой, не знаю, что это, жакетик, пиджачок. Красивый у него такой яркий цвет. Тоже симпатичный. Его можно не застегивать, можно под низ одевать какую-нибудь футболочку и ходить вот так. Вот эту, я думаю, что вы видели у всех девочек. Ой, что тут лежит. А, это я когда-то на права подавалась. Жалко денежек нету в кармашке. В общем, такая вот тоже объемная курточка. У меня правда получается, что куча есть одежды, а я вам жалуюсь. Мне нечего носить. У меня нет осенних вещей. Просто нужно это как-то начинать все носить. Такая вот рубашечка, да? Чем плохо? Вот, и под джинсики. Это из Ары. Два года назад покупала. По итогу нашла я косметичку, в которой было все то, что я не могла найти в прошлый раз. Вот эти таблетки от аллергии. В общем, все заново буду перебирать. И возьму то, что вот, ну, где есть начатое уже. Вот капли в нос, которые у меня есть сейчас. Вот эти уже закончились. Они мне понравились. И после того, как вот они закончились, я начала пшикать називином. Тоже практически пусто. Но они не так хорошо помогали, как этот. И я решила попробовать назол. Девочки, шикарно. И такое приятное, после того, как вот я пшикнула, это чисто, чтобы пробить нос. И у меня сейчас аромат, в общем, мяты, мелисы в носике. Вкусненько, приятненько. Поэтому вот этот пока что мой номер один. Вот этот, он очень сильный. Его я пшикаю прям в критических ситуациях. Ну, когда это прям, не знаю, ничего не поможет. Тогда, да, от ревин, от ревин, от аллергии. Ну, в общем, они все нормальные. Вот эти все суперские. В зависимости от простуды. На перекус я решила себе испечь вафли. Вот такое вот тесто я покупала. Добавила одно яйцо и молоко без лактозы. Нашла варенье в холодильнике из черной смородины. Все дымится, открываем. Как будто, похоже, готово. Или, может быть, еще? Как думаете? Все прилипло. Поздравляю вас, девочки. Слишком, наверное, мало масла. А хотя, вот это хорошо, что-то... Ну, чуть-чуть подгорело. Давайте добавлять еще масло. Ой. Не будем считать, сколько здесь калорий. Зачем лишний раз расстраиваться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мелико. Как вкусно будет. Смородина, она же такая кисленькая. И тут еще полноценные ягодки. Сейчас еще один кусочек приготовится. Давайте пробовать. Пахнет вкусно. Пахнет прям хорошо. Сладеньким. Или сахарной пудрой. Или ванилином. Такие мягенькие. Ммм, идеально. И по сладости. А варенишка придает такую вот кислинечку. Супер. Конечно, наверное, можно было бы самой приготовить вот это вот. Смешать муку, что там, разрыхлитель. Но зачем? Если это делали до меня. Налила себе чуть-чуть молочка безлактозного. Продолжаю смотреть вот этот сериал «Джентльмены». Но, девочки, ничего не сравнится с ожиданием долгожданного зимородка. Я уже просто не могу... Я, кстати, не знаю, сколько я не смотрела. Наверное, месяца два. Где-то так. Но мне прям... Вот я прям схожу с ума. А, помните, тот лак от Кико. Блесточками я, наконец-таки, сделала себе маникюр. Также педикюр. И, девочки, угадайте, что мы с вами будем делать? Вот только накрасила ногти. Сделала маникюр. Будем с вами лепить куриные котлеты. Так, что нам понадобится? Собственно, фарш. Я его разморозила. Яйцо. И тут я достала то, что можно добавить. То, что у меня есть в холодильнике. Сельдерей. Вы когда-нибудь ели котлетки с сельдереем? Мне кажется, это должно быть вкусно. Морковочка и цукини. Возможно, я бы сделала разные. И еще достала капусту. Не знаю, зачем. Ну, капуста как будто вообще, да? Не в тему. Вот. Поэтому самое главное нам для основы фарш. А там уже все, что хотим, то и добавляем. Первым делом буду чистить морковку. И, наверное, вот цукини и капуста. Это лишнее. Мы это в другой раз съедим с вами. Пока что обойдемся этими ингредиентами. Я думаю, что для мяса, да, в принципе, для готовки, мне бы понадобились такие вот перчаточки. Знаете, резиновые, одноразовые? Обычно они не убирают квартиру. Но вот это для еды, это же тоже, наверное, очень удобно. Я ни разу не пробовала готовить с ними. И сейчас вот думаю, что нужно как-нибудь купить. Посмотреть, сколько они стоят. Если там 10 злот целая упаковка огромная, тогда хорошо. Хорошо. Помыла по итогу 2 морковки, 2 стебелька сельдерея. И это все буду нарезать. Знаете, до такого размера, как будто мы с вами добавили уже готовую приправу, как сушеные овощи. Не хочу в котлеты добавлять вообще никакие приправы, ни паприку, ни зелень. Просто вот, чтобы были натуральные овощи внутри. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Ой, может быть, плохая идея. Лучше подобавлять паприку и не мучиться. Морковку резать вообще нереально. И пока я не отрезала себе пальцы, я чуть-чуть сварю морковь. Она станет мягче. На самом деле нужно было так сразу сделать, с самого начала. Потому что я хочу именно маленькие кусочки. Мне будет вкусно только так. Поэтому, чтобы морковка немножко стала мягче, и ее было возможно резать, можно ее сварить. Оказывается, это не куриный фарш, а фарш из филе индейки. Теперь нужно как-то аккуратненько пересыпать морковку. Получилось по итогу все равно крупно, но что поделать. Соль. Яйцо. И сейчас посмотрим, какой у нас получится фарш, добавлять ли нам туда муку. Добавим чуть-чуть муки. Наши. Кái. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok как будто это попкорн. Чуть-чуть крепкий кофе. Ну не чуть-чуть, а прям вообще. Но нормально. Придает вот эту вот карамельку хорошую приправу. Сейчас буду завтракать. Я сейчас нанесла очень жирный крем для лица. Я думаю, может быть, знаете, мне приобрести ЦРВ, потому что когда я его покупала, наверное, вообще лет пять назад, я его нанесла, а у меня же была жирная кожа. И, в общем, он мне забивал поры, и в нем не было никакого смысла. А сейчас, так как сухая кожа, может быть, он бы помог. Мне и одна для карты побыта. Не знаю вообще, сколько это стоит. Ой, ну котлетка шикарная, так вкусно. Я молодец. Не зря я так долго старалась, резала это все мелко. И потом поеду в Макотов искать осеннюю обувь, ну, какие-нибудь кроссовки. Я просто не хочу тканевая, замшевая, потому что дожди. А у меня нету, что вот не носить, чтобы оно не промокло, и оно было не летним. Ну, в плане, знаете, не светлые какие-то кроссовки, камкеды. Хороший завтрак. Мне прям нравится. Еще, я когда искала полотенце, чтобы вытереть руки, нашла в полочке, посмотрите. Хэллоуин! Тыковки, девочки, все, начинается! Начинается атмосфера. Я вчера скачала приложение тему. Это как шеи, только тему. Даже приложение скачала, потому что я поняла, что мне нужно добавлять в корзину уже товары. Мне там нравится все, там декор, там... Огромный выбор всего. Понятно, что я ищу именно вот осенний декор. Новогодний. И я прям, знаете, не могу остановиться. Добавляю, 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 добавляю. И причем каждый же год одно и то же. Но мой лайфхак для вас. Если, понятно, если у вас уже есть что-то для дома, там, кружечка, да, не знаю, свечка, и вам особо ничего не нужно, но вы бы все равно хотели, но не хотели прятить деньги. Смотрите, какой лайфхак. Магазины вот эти, вот Zara Home, Home and You, что-то... Вот эти все для дома, получается, у них весь ассортимент перед 31, да, перед Хэллоуином. И цена, как бы, достаточно высока. И, например, если вы придете в этот же магазин, но уже через пару дней после того, как Хэллоуин состоялся, то вы увидите все те же товары, но на скидках, причем на огромных, не просто 50%, а которые чуть ли не бесплатно распродают. Я помню, с мамой мы вот так вот купили тыкву, она такая из керамики, большая, была красивая. Ой, ну это давно, это мне кажется, мы купили. Ну, лет 5 назад мы зашли, увидели, а она стоила, по-моему, ну, 100 злотых. И мы подумали, ой, нет, так дорого. И мы зашли, мы как раз-таки были в это время в Польше, и мы зашли через неделю, и эта тыква стоила 7 злотых. Мы посмотрели, я даже подошла на кассу и спросила, а сколько стоит эта тыква? Тут написано 7 злотых. Ну, наверное, это ошибка. Она такая, нет, она правда стоит 7 злотых. И, конечно, мы купили. И так намного приятнее покупать, потому что даже если вы купите сейчас что-то, но потом вот вы случайно зайдёте в этот магазин и увидите, что вы купили за высокую стоимость, а сейчас это всё чуть ли не бесплатно отдаётся, то вам будет очень неприятно и обидно. Поэтому лишний раз, когда я что-то покупаю, я думаю, я не буду заходить в этот магазин, мало ли там что-то, знаете, на скидках. И я расстроюсь. Даже если я безумно люблю вещь, которую купила, я прям разочаруюсь в себе за то, что, Кать, ну почему? Вот сейчас ты на скидке, почему ты купила тогда? Как это работает? А ещё сегодня на английском мы будем именно разбирать вопросы и подготавливать, чтобы я их выписала себе в заметке. Например, когда вот я прилетаю в аэропорт, мне до города нужно ехать на поезде, чтобы я могла, знаете, чтобы у меня был уже составленный вопрос, и я смогла бы подойти к людям, которые находятся вокруг меня, и спросить, не подскажете ли вы мне, как доехать до Лондона, или, ну, какой автобус, какой номер, где находится остановка, ну, такие базовые вещи, чтобы, знаете, когда я буду нервничать, а я буду нервничать 100%, потому что я всегда, я нервничаю, чтобы я, ну, чтобы меня люди хотя бы поняли. Это так, мне главное правильно задать вопрос, чтобы человек меня понял, вот. И, например, как купить мне интернет, карточку? Для меня это почему-то кажется так сложным, вот это самое сложное в моей поездке для меня. Купить интернет и доехать до отеля. В аэропорт прилететь, пройти все вот эти вот допросы, вот. Вот я должна быть готова, что мне, какие вопросы могут спросить на границе, да, таможенная служба, и чтобы я знала, что мне ответить, что вот я, например, на выставку, я вот сюда, ну, а не просто стояла там, я не знаю, ничего не смогла ответить. Для меня почему-то это такие сложные вопросы. Я очень буду нервничать, но вот мой репетитор Катя, она тоже Катя, я вот ей постоянно, Катя, как я буду, ты представь, я одна, я вообще ничего не знаю на английском этом. А она вместо того, чтобы, знаете, ну, как-то, сказать, да, боже мой, чтобы не обесценивать то, что я переживаю, потому что это, ну, все-таки, если я переживаю, значит, для меня это какое-то волнение. Она не скажет там, да это вообще ерунда. Она мне приводит такие примеры, она говорит, Катя, ну, как-нибудь объяснишь, а представь, как люди немые, они же пользуются интернетом, а представь, как там, ну, люди, у которых такие заболевания, ДЦП, как они? Они просто живут жизнь, и для меня это такая важная поддержка, что она мне приводит примеры, понимаете, вот других людей, и то, что они, у них все получается, они подключают себе этот интернет, они знают, когда ехать, а как слепые люди. Они же когда-то с чего-то начинали, они же пытались кому-то объяснить, и кто-то их понял, и все, вот с этого момента мое отношение поменялось. Решил нанести увлажняющую базу под макияж. Может быть, она поможет как-то задержать все мои шелушения. Она такая прям силиконовая, но мне хочется смотреть в зеркало, а мне туда некуда вас поставить. Идеально, если бы вот так вот полочка была, было бы шикарно. А так ничего нет у меня здесь. Я бы могла что-нибудь соорудить, но, ой, девочки, вчера у меня вообще камера упала на горячую раскаленную вафельницу. Я просто была в шоке, я очень была злая на себя. Теперь есть время попить кофе. Пусть наша база увлажняющая чуть-чуть как-то впитается, потому что если я начну наносить сразу кси-крем или консилер, то оно может скататься. Поэтому я хочу, чтобы оно так улеглось хорошо. Ну, чуть-чуть солнышка есть, но вот у нас очень сильный ветер. Помните вот эти вот лежачки, которые у меня во дворе, и зонты, которые вообще тяжеленные? Вчера вечером это всё упало от ветра. Я как бы не знаю, с одной стороны 30 градусов, но когда такой ветер, то прохладнее. И вообще я не знаю, сколько займёт времени, когда я приду, чтобы мне сделали страховки две. Может, это пять минут, а может, это пять часов. Ждать, вдруг там очередь. Всё, девочки, я собралась. Всё, через одну минуту мне уже отправляют ссылочку на английский. Ну, я вообще такой другой человек, когда накрашусь. Я не верю, что это я. И собираюсь пойти в юбочки. Сейчас я вам покажу. Вот, в своей чёрной юбочке. Ссылочка пришла. Я, конечно, такая загорелая, вы видите? Лицо моё нет, но руки. Шоколадка. Я уже вернулась, на самом деле, на улице Апокалипсис. Сейчас 30 градусов, я вся мокрая, вся потная, но при этом ураган, очень сильный ветер. Я ещё пошла в юбки. Ну, тут шортики, я и собираюсь дальше ходить в этой юбке весь день. И у меня так всегда. Как только я строю планы в парк, на Вислу хочу погулять, именно в этот день реально. Шторм, гроза, непонятно что. Гремит везде, дождь сумасшедший. Так всегда. Знаете, погода всю неделю, солнце вообще, пекло, жара. Как только я думаю, ну вот нужно насладиться последними деньками лета. Ну, уже начало осени, но уже середина осень. Но вот, знаете, ну как бы потом-то я буду уже в куртках ходить, в шапках. Не та атмосфера. Зимой-то наоборот хочется прятаться в кино, в кафе. А пока еще есть возможность вот просто гулять в тепле. Я подумала, ну все, сто процентов сегодня я пойду. И вот как только я строю такие планы, в этот день погода реально. Не знаю, что с ней будет. И при этом меня это никогда не останавливает. Я все равно буду ехать пять часов до этого места. Побуду там одну секунду и буду прятаться, убегать от дождя. Да, супер план. Девочки, всегда, как только я хочу на велосипеде покататься, просто что-то, пикник, поделаешься на улице, все. Знаете, в этот день апокалипсис, лучше не выходить. Футболку я заправлю в юбку, но вот так вот я выгляжу со стороны. Юбочка, там шортики, кроссовочки и белая сумочка. Я сегодня даже браслетик на ножку одела. Вспомнила. Решила, вот знаете, нарядиться. Макияжик, причесочка. Девочки, всем доброе утро. Посмотрите, как я одета. Это мой спортивный костюм. Теплый, зимний. Я не верю, что в этом влоге мы с вами застали теплую осень. А вот такой вот резкий переход на холодную. Все, всю ночь шел дождь. Мне кажется, даже немножко было грозы. И я проснулась в 5 утра. Это вообще... Как бы для меня нормально в 6 утра встать. Но в 5, и я не смогла уже уснуть. Просто лежала, смотрела там тиктоки. Вот это все. Я такая разбитая. И мне каждый раз снится сон о том, что я не лечу в Лондон. Именно вот, знаете, как будто я уже нахожусь в аэропорту. И что-то, типа, или опоздала. Или, ну, в общем, всегда что-то не то. И по итогу мой самолет летит без меня. Третий раз уже такое. У меня всегда так. Хотя я как будто-таки не очень переживаю. Я даже не думаю об этом. Вот я знаю, многие люди перед сном, они как бы представляют какие-то ситуации. Или из прошлого, или из будущего. Какой-то план действий на завтра. У меня вообще ничего нет. Я себя довожу до такого состояния, что я вырубаюсь. Просто если я выключаю телефон, все. Я открываю глаза, если я успеваю выключать телефон. Понимаете, да? И все, я сплю. У меня нет даже времени вот помечтать о чем-то. Поэтому я особо не думаю об этом путешествии. Просто знаю, что оно будет. Но вообще, как-то стресса нет. Не делаю стресс. Но три раза мне сон, то, что я не лечу. Прикиньте. Ужас. А, и самое главное, вот я проснулась в 5 утра. После этого сна. И думаю, что ж такое посмотреть. А мне все видео в ТикТоке, как назло, попадаются про Лондон, про Турцию, Египет. Как там похищают девушек. Продают в рабство и на органы. Это вообще. Это просто очень страшно. Я читаю все эти сообщения. Где семья, например, не знает, где их дочь уже 15 лет. Какая-то девушка написала, что, ну, своим, кто ее искал, типа, не ищите меня. Вы не найдете, я уже больше не вернусь. Все. У меня тут, типа, уже дети и вот это ужас. Так боюсь всего. Я очень доверчивый человек. Мне кажется... Ой, ладно, не будем накручивать себя. Ничего не произойдет. Со всеми может произойти, кроме меня. Мои мысли. Мысли... Ну... Только положительные. Еще вчера перед сном, я просто рано ложусь спать здесь, началась трансляция Apple. Вы знаете, раз в году, там, 9 сентября, они представляют свои новые... Новую технику. Наушники, телефоны, там. Вот это все. И все ждут. Все думают, там уже, знаете, будет не... Ты уже будешь не телефон держать, а вот так вот в воздухе. Мне кажется, я ожидаю. Честно, что мы будем тыкать вот так вот, понимаете? Ну, ладно. Консилер нанесла, но... С одной стороны, хватает. Ну, типа, норм. Что еще надо от консилера? Ну, как будто мало. Наносим второй слой. Посмотрела я айфончики, девочки. Так ждала я 16. Мне вообще он не нужен. Я маме хотела. Потому что у нее 11-й синий. Или 12-й. Я не знаю. Такой маленький. Ну, она, кстати, любит маленькие телефоны. Вы любите? Я нет. Мне нужна прям лопата. Мне нужны всегда Pro Max. Потому что маленькие... Ну, у меня рука большая. А вот кому-то неудобно большие телефоны. И они хотят маленькие. Но это не я. Я прям смотрела. Я ждала очень синий цвет. Такой вот, знаете, как у них все телефоны. Как у меня вот этот... Ноут. Видите, он переливается синим. Моя мама обожает такой цвет. И я очень ждала. И думала, что вот. Мы поменяем телефон. Но нет. Был розовый цвет. С одной стороны, необычно такой розовый. Яркий, красивый. Не как у них были там седьмые айфоны. Но мне не нравится такой телефон. Если был Pro Max. 16. Такой вот розовенький. Я бы еще подумала, знаете, для прикола. А чего нет? Тем более для меня телефон это теперь только телефон. Я только буду по нему говорить и общаться. Потому что у меня теперь камера. А, и новая фишка. Только не забыла. Там, получается, сбоку. Видите, тут такая... Ну, как блокируем телефон, да? Здесь сбоку, где есть сим. Но у меня просто нету. Вы не увидите. У меня нету... Ой, у меня нету сим-карты. У меня есть сим в телефоне. То есть я загружаю, сканирую QR-коды всех карточек, например, которые мне нужны. Там у меня белорусская, польская. Я в любой момент просто их в настройках так... Тык, включаю белорусскую, тык, польскую. Все, удобно. Вот здесь вот, получается, вылазит такая кнопочка. И только когда вы открываете свою камеру, зажимаете, вы так держите, у вас здесь выдвигается поле небольшое, не на весь экран, вообще чуть-чуть. И вы как бы его листаете, там выбираете, приблизите или что-то еще. То есть теперь вот таких вот функций, да, вот таких, как в камере у нас все снизу, нету. Это все вот в маленьком окошке сверху. Ну, это что-то новое, кстати. Ну, я даже об этом и не могла додуматься. Но цвета... Ну, в любом случае, я за черный телефон. Поэтому, что-то я не успела, что-то у меня весь этот засох. Или эта кожа, знаете, она как будто пытается напитаться моим консилером. Он же чуть-чуть влажный, такой кремовый, я его только тык, моя кожа так всосала все. Ужас, ужас. Реально, как змея, все с меня сползает. Я подумала, а что, если даже не красить сегодня ресницы? Вот, не хочу. Так, ну, давайте намажем. Хочется чем-то помазать брови. Просто гелем. Еще сегодня мне, кстати, должна прийти сим-карта в почкомат. Она вроде бы пришла. Уведомление приходило, но не в мой почкомат. Я такое не люблю. Это же логистика. Вот я просто думаю о том, что... Меня этот вопрос мучает годами. С первого года, как я нахожусь в Польше, я заказываю определенный почкомат. Выбираю, который ближайший до моего дома. Ну, понимаете. Ты даже не можешь выбрать время. Не можешь выбрать день. Просто как заказал, придет не знаю когда. И получается, очень часто там написано «Почкомат временный». Это значит, что посылка ваша пришла не в тот почкомат, который вы выбрали. Мне это очень сильно бесит. Даже мне иногда лень идти, но иногда это бывает соседний почкомат. Ну, там, знаете, две минутки пройти. А иногда пять остановок на автобусе. Вы просто представляете? Если я выбрала сюда, почему мне нужно ехать вон туда? Я же выбрала в этот почкомат. Почему нельзя как-то там продумать вот это все? Это странно. И ладно, я еще молодая. Ну, вот представь себе бабушка, например. Какой-то или, ладно, инвалид. Вот человек инвалид. Ноги слабые. Да все, что угодно может быть. Молодая мама. Куда ей переться с этим грудничковым ребенком? На автобусе пять остановок. Спрейчик добавим. Хоть нам вообще не нужно, реально, мне не нужно, чтобы мой макияж держался весь день. Мне вообще все равно. Но мне настолько нравится именно эта водичка с запахом абрикоса или персика. Хватило бы вот так вот. Мне это не надо. Мне надо вот так. Я обожаю этот момент. Мне кажется, я крашусь сегодня только ради вот этого. Я иногда думаю, попырыскать мне им без макияжа. Конечно, я могу, мне никто не запретит. Но в такие моменты я пользуюсь термальной водой. Но это другие ощущения. Термальная вода, она как-то вот равна. Она так... А здесь должен жмякать. Именно вот чик-чик-чик-чик. И давайте сразу нанесем парфюм. Я взяла именно спрей, потому что вот этот спрей, я его на скидке покупала 15 в лот. Вот 100 миллилитров вот этот вот тессорий. Сначала просто я когда читала состав и описание, это был такой зимний аромат, знаете, апельсина-корица. Когда я его открыла, я вообще не почувствовала зиму или вот эти вот пряности. Нет. Я разочаровалась. Я думала, вообще ненавижу. Поставила, потому что, ну, представьте, то же самое, вы заказываете зеленые кроссовки, вам понравился. Зеленый цвет, вам приходит фиолетовый. Кроссовки крутые, но вы как бы ждали чего-то другого. Вот. И теперь, я обожаю, у меня осталось, наверное, реально на дне, почему я люблю вот бюджетные, там, спреи для тела, бюджетные гели для душа. Потому что, когда продукт дорогой, то вот гель для душа. От The Body Shop, я понимаю, когда вот мой сейчас закончится, я буду горошину наносить. Я знаю, что она вспенится, все мне тело помоет. Но тот сейчас, который у меня от Исана из Росмана, я его могу вот так. Девочки, я просто наслаждаюсь. То же самое вот эти спреи. Особенно Victoria's Secret. Ему три года, мне вообще его не жалко. Я ему с ног до головы, я просто очень люблю вот это вот. Вы не думайте, что я так много напшикала, и это будет очень интенсивный запах. Нет. Victoria's Secret, она через минуту уже улетит. И я вообще иногда могу смешать все парфюмы, что у меня есть, и мне люди делают комплимент. «Ах, так вкусно пахнет, а чем это пахнет?» И я такая, ну как вам сказать? Это вот этот аромат, плюс вот этот, плюс вот этот. Ну как бы мне так нравится, потому что они как-то дополняют. Вот этот мне очень нравится, я бы повторила. Там есть разные, но вот этот как будто... Он очень вкусный для дома именно. Вот я бы хотела, чтобы так дом пах. И одежда моя, как сам парфюм, он такой под вопрос. Но вот именно как, знаете... А ещё теперь я постоянно захожу в Sephora, бренд Gisu, помните? Там, где парфюмы для волос и масла для волос. У них вот вышел новый с лавандой, вообще невкусно. До этого с розой вообще невкусно. И вот самый обычный классический, да, он чуть-чуть пахнет мёдом. Я всегда пырску на волосы, типа, как будто я не знаю, как он пахнет. Я так стою, думаю, брать не брать. Но оно отдаёт спиртом. И это же парфюм, это не для тела. Это именно конкретно для волос. А для волос, и говорят же, что вот эти нельзя, хотя я всё равно пользуюсь. Потому что будет сушить. И я думала, вот, это такой осознанный бренд. Я вообще не встречала именно парфюма для волос, обычно там, знаете, ну, как-то дополнение что-то. Какой-то спритчик, ну, и нормальная ароматика. А вот это полноценный парфюм для волос. Очень вкусно пахнет, мне нравится. Но, а смысл? Если там всё равно спирт, и он всё равно высушит. Поэтому мне вот этот вопрос не поняли. Я сейчас, знаете, что думаю, позавтракать ли мне дома котлетами? Либо зайти в Макотове, заказать себе суши. Я очень скучаю. Мне вот интересно, сколько мы с вами в этом влоге красились. О, я напишу, я подпишу этот влог. Новый 16-й айфон. Я всех обману! Я же тут просто болтаю. Ну, как будто блёстки хочется добавить на щёчки. Ну, ладно. Вообще, чё я без ресниц? Мне что, лень? Ну, вот не хочу всего. Вот не хочу. Напишу, что вот, типа, 16-й айфон. И все подумают, я купила его. А тут мы, оказывается, минуту просто обсудили. И о чём я вам и говорила. Пришло то самое время переходить с белой сумочки. У меня только одна единственная белая. А вот чёрная, у меня большая такая, если я ходила на учёбу, туда и ноутбук помещался, и всякие такие презентейшены. Потом совсем малышка Майкл Корс, думаю, вы знаете. И вот эта вот, такая средняя. Она удобная, нормальная. Но белую я люблю больше всех, потому что она такая вот, не держит форму. В общем, всё, что хотите, запихайте. Ну что, распаковочку делаем, девочки, да? Я уже вернулась домой. Устала. Уже и проголодалась. Это квас. Если что. Как думаете, что это новый ноутбук? Телевизор? Это я заказала вот такую маленькую карту памяти. Что-то огромное. Вот. А два. Да, всё правильно. 512 гигабайлов теперь, девочки. На этой у меня 128, а здесь 512. Рада. Хотела. Потому что мне этой не хватает. Для влогов. Я купила, не знаю, роллы, суши. Для меня это всегда одно и то же. В карфюре. Выглядит, ну, как будто я сделала это дома. Типа нормально. Оно не профессионально. Ой. В общем, надеюсь, вы видите. Стоили 41 злотый. Я хочу их сразу поставить в холодильник. Чтобы они охладились. Так, всё остальное по мелочи. Тут вообще такая ерунда есть. Не знаю. Адаптер. 40 злотых. Специально для Англии мне нужен адаптер. Адаптер, девочки, если вы не знали, как и я раньше, это переходник называется. Потому что там вот такие розетки. Далее. Такие вот маленькие салфеточки. Я их очень люблю. Маленькие упаковочки на скидке. Вот 6 штук стоят, по-моему, 4 злотых. Мне кажется, это дёшево. Я их обожаю в каждую сумочку. Всё-таки купила я в оффлайн-тайгере. Вот эти вот стеклянные трубочки разноцветные. Я на них уже не первый раз смотрю. Ходила, заходила. Думала, ну хочу. Нормальная цена, по-моему, 20 злотых. Хочу, но как будто, знаете, да мне и без них нормально. Ну, вот решила себя порадовать. Единственное, что мне не нравится, немножко переход цветов. Сейчас я открою. У других как-то это не видно. Вот, видите? Вот это. Да, мне нравится вот эта состыковочка. Вам понятно? Вот эта состыковочка. Ну, прикольно, да? Необычная. Но вот эти переходы чуть-чуть странные. То, как они сделаны. Это стекло. Ну, нормально, да? Пойдет. Главное не разбить их. Часто развиваю. Это палочки для моей еды. Мама нашла в Росмане снова один-единственный карандашик. Мэйбели. В оффлайн-тайгере, посмотрите, господи, буду вышивать. Вот такой наборчик. Тоже, по-моему, 20 лотых стало. Ну, я захотела. Там были разные рисунки. Я выбрала, что подсолнухи, да, и ромашки. Ну, что, в школе я любила вышивать. Ежедневочки. Ой, сейчас вы вообще будете в шоке. Потому что мое день рождения, как вы знаете, вот оно только закончилось, да? В июне было. И я увидела свечки. И я подумала, что я хочу себе такие свечки. Я еще забыла, сколько мне будет лет. Просто я не могу, я не воспринимаю, сколько мне лет, потому что я не праздную свой день рождения, в плане мне дарят подарки. Но, по-моему, последний раз на 19 лет я задула свечи, просто в кукурузу вставила. 19 лет. И я вот просто, у меня нет в памяти, нет фотографий, сколько мне лет. Потому что я не задувала свечи. У меня как-то и тортика не было. Хотя я так это все люблю. Для меня это так важно, но последние разы вот так. Поэтому я купила их заранее. Ну, мне кажется, симпатичные, да? Вот мне будет 22, если что. Они такие золотые, но как будто, ну, фурнитура у них такая, как будто объемные. 4 золотых стоили. Как можно было не купить. А, это вообще шприц. Чтобы переливать из больших емкостей в более маленькие. Вот, куча чеков. А, ботинки же самое главное. Я ездила в аутлеты. Господи, я уже забыла. Ой, камера, иди за мной. Вот, эти ботиночки. Те, в которых я ехала, я их сразу выкинула. Чтоб не тягать мне коробку. Пакет большой. Я переодела их на остановочке, пока ждала автобус. Вот, это Armani. Они, в принципе, такого же материала, как мои, и были, но немножко другая модель. У меня была вот здесь вот такая вставочка серебряная, а здесь вот сзади белая, и надпись. На тех так не было. Взяла 39 размер. Решила побольше. Хотя обычные я беру 38, либо 38 с половиной. Ну, вот такие обычные. Я очень сильно хотела данки. Я отправляла даже в телеграм-канал, мне там написали вот эти, вау, вот эти, вау. Но мне так жалко покупать эту обувь, потому что я знаю, что она очень быстро изнашивается. Там так быстро образовывается. Хотя, мне кажется, я так аккуратно ношу обувь. Я за ней так аккуратно ухаживаю. Все вот это, но при этом все равно. Как бы видно, что уже не фреш. И по итогу пожалела, не купила. Мне очень нравились бордовые. Но потом, кстати, когда я пошла за адаптером, я увидела на кассе у мужчины такого вот цвета. И я поняла, что нет, мне не понравились. Даже не цвет, возможно, просто мужская модель. У них же стопа более широкая. Ну, в общем, не знаю. Возможно, мне из-за этого не понравилось. Хочу открыть свечку. Я как подумала, мне еще так долго ждать день рождения. Уже хочется. Хоть бы она не сломалась. Она, кстати, на зубочистке. Ну, как будто удобно будет засовывать. Вот она, типа, такая объемная. Мне понравилось. Не знаю, буду ли я ее использовать. Если вы думаете, что в прошлом году я не покупала себе 21, вы ошибаетесь. Мне кажется, это у меня уже 30 даже лежит. Вот. Один, двоечка куда-то потерялась. Тоже увидела у нас в Минске, подумала, розовые, вау. Ага. Задула я на 21. Ну, вот. Цель на год. Задут свечи. Следующий день рождения. Да, девочки. У всех разные желания. Потом я в аутлете попила кофе. Вообще, я словила себя на мысли, что вот у меня каждое место, например, Икея. Там еще Макотов у меня ассоциируется с едой. В Икею как можно приехать и не поесть вот эти клопсики. Я всегда беру с картошечкой фридлибень. Как? Даже если я буду не голодна, я не могу не поесть. И вся так моя семья. То есть мы, когда едем в какое-то место, мы такие, ну и там покушаем. Мы как будто больше даже хотим именно покушать там. В аутлетах, вы знаете, мы обожаем тайский. Ну, это как фудкорт. Просто сам накладываешь. И так вкусно. Там всякие креветки в панировке, макароны в соевых соусах. Вкусно. И кофейнера. Обязательно там. Пью только там. Потому что ассоциации такие. В Макотове всегда суши. Вот. Если с Макотова едем, кто-то обязательно в итальянский ресторан в нашем районе. Сималина. Понимаете, помешанно на еде. Потому что в другой руке у него букет роз. И это всё такое медленное и дождливое упакование. Я думаю, почему бы и нет. И это для меня и для вас знак, что настоящее души... Тем более хороший наборчик такой. Вот и ниточки. Сейчас главное иголочку не потереть. Ой, такая тоненькая. Она как будто, знаете, штора. Я плела всегда... Как это? Лучше не буду позориться. Не буду называть. Ну, там всегда были такие, как квадратики. Ой, там ещё рисунок снизу. Это иголка. О, Господи! Тут иголка просто как иголка. Она ни во что не эта. Вот. Опасно для жизни. Реально. Не продумали. Ещё какой-то пакетик. А, ну это, наверное, так. И ещё упал листик там с узором. Ой, это ж надо будет всё вспоминать. Тут ещё не так, как я умела просто крестиком вышивать. А смотри... Ой, видите, как листик? Видите? Круто. Ну, вот. Было реально много наборов. И большие, и поменьше. Рисуночки разные. Понятно, что это я оставлять себе потом не буду. Это можно выкинуть. То же самое, как картины по номерам. Я обожаю рисовать. Реально так круто, девочки. У нас, оказывается, в Минске, в Беларуси вот это всё намного дешевле. На Валберес, там на ООС можно заказать, но мне кажется, за 25 рублей какую-то картину нормальную. Здесь в Польше вообще отдадите миллионы. Ну вот так сяду под сериальчик и буду вышивать чем плохо. Ещё иголка есть. Вообще, я в детстве обожала это всё. В продлёнке. Ой, у меня такие были всегда прекрасные учителя. Ну, я просто была любимицей всех почему-то. Меня все любили, реально. Каждый учитель, кого не вспомню, все меня любили. Все мной занимались. Воспитывали меня в продлёнке. Какие-то поделки. Из бисера я плела. Не просто там браслетик, а цветы, композиции. Ходила, помню, в Максимус, магазин, торговый центр. И там постоянно скупливала какие-то бисеры разных цветов. Было круто. Реально, мне кажется, я была хорошим ребёнком в детстве. Ну, вот этот переходный возраст, когда подросток, никто тебя не понимает, мне кажется, это у меня даже не было. Потому что я была такой обычной девочкой, которая... Я всегда оставалась в продлёнке. Каждый день. Я сама это очень любила. Я любила школьные лагеря. Мне кажется, каждый год. Работают, ну, там, не знаю, до... Наверное, когда там ходят? До пятого, шестого класса. Я обожала это всё. Мне было так интересно. Поэтому я была обычной ребёнкой. Как я вообще вспомнила про этот шприц? Не знаю, вот что-то сидела. И в школе, я помню, мне кто-то подарил от The Body Shop крем для рук такой маленький. Для меня это тогда было очень дорого. Ну и сейчас. Мне кажется, только если будет какая-то большая скидка. Ну, я себе и то не куплю. Я либо... Я обычно всё то, что я хочу, дарю всем другим, а на себя как-то жалею. Ну, никогда не хочу что-то покупать. Такой вот крем для рук, я думаю. У меня... Крем для рук выглядит как крем для тела. Но когда мне дарят, то это, конечно, очень приятно. Особенно маленькие такие кремушки. И вот помню, когда он у меня заканчивался, я покупала в Миле большой тюбик. Такой шприц брала. И каждый раз себе... Ну, там, не знаю, насколько его хватало. На месяц, наверное. Всегда переливала. И вот у меня был такой маленький крем. Экономия! Этот влог, наверное, получится на 2 часа, если не больше. Возможно, при монтаже я там почикаю. Почикаю. Ну, всё обрежу. Ну, а может быть, я оставлю, чтобы он был такой длинный, чтобы вы не скучали по мне. Потому что в Лондоне, ну, сколько я там буду, я там не буду в отеле. Загружать видео с Wi-Fi это вообще не пройдёт. Это нужно месяц загружать. Ну, как будто, да, охладились. Как думаете, стоит ли переложить их в нормальную тарелочку? Просто так лень лить посуду, думаю, вы меня понимаете. А с другой стороны, здесь как будто у меня не получится. Сейчас понюхаем и всё. А, тут даже соевый соус есть. Вообще, раньше я делала дома. Ну, и вкусно. Ну, согласитесь. Конечно же, вкуснее, когда это делал не ты. Ну, в плане, когда ты не устал. Ну, я так не пойму. Я так не пойму. Ладно, что будет, то будет. Самое главное, что до поездки есть время. Какое симпатическое число? Вторник. А я вот в понедельник ночью уезжаю. Палочки ещё взяла. Ну, давайте пока не буду выпендриваться палочками. Возьму, вилочкой всё переложу. Сейчас, чтобы вы видели. Ой. У меня тут, конечно, уже срач на столе с распаковками. Всё тут разварилось, пока я это везла. Аккуратненько. Бам. Слушайте, если я так выложу на тарелочку, сфоткаю все, подумают, что это я сама делала. Конечно же, я не умею кушать этими палочками. Так, тарелочка наша. Своего соуса, кстати, мало. Чуть-чуть я перевернусь. Вот. Что скажете, это стоит? 41 злоту. Не, ну, конечно, если б я дома делала, потом получилась бы вообще огромная тарелка. С другой стороны, это и минус. Лучше вот купить, чуть-чуть покушать. Ну, ладно, мне не страшно. Я уже не боюсь. Мне кажется, было бы страшно, если бы оно стоило 10 злот. А так, макаем. Что-то очень сладкое. Наверное, это соев соус? Ой! Вообще, как будто, что-то непонятное, как будто тут уже ферментация какая-то пошла. Ну, ладно. Давайте вот это попробуем. Если не понравится, я буду так дома делать. Просто рис с рыбкой. Вот это вот для меня идеально. Потому что... Ой, мне бабушка звонит. Сейчас. Вернусь. Ну что, я тут кушаю. Вам не видно тарелочки. Ну, вы знаете, я вам показала, как это все выглядит. соевый соус специфический. А остальное вот прям вкусно. И я вижу, один ролл у меня без авокадо, пожалели. И прям пустое такое место. Ну, ладно. Вот эти мне прям понравились. Хороши. Ну, знаете, их ничем не испортил. Я реально не ем ни перец, ничего. Вот огурцы, сыр, филадельфия, рис, лосось и креветка. А остальные какие-то экзотические. Это не для меня. Реально вкусно. Вот, это не я доставала. Видите? Везде есть авокадо. А вот это нету. Украли. Перекусы продолжаются. Вообще, на ужин я хочу пожарить кабачки. Знаете, так и в муку окунуть, в яйцо и на сковородочку с чесночком. Должно быть вкусно. Но сейчас лень, поэтому просто бутерброд. Мы можем играть этот год, еще в кирже, еще в кирже, в кириатре, жить, а потом переехать в другой год. В каждом городе менять пириатра, ну, мне кажется, не очень хорошая идея. Если есть возможность, всегда будет расслабиться со своим. Я только что попробовала вставить вот эту свою новую сим-карту. Я ее уже достала, потому что я же снимаю на эту. Девочки, я, конечно, понимала, что тут больше памяти, но вы знаете, сколько теперь я могу записывать без остановки? В плане, сколько вместится часов на эту 128 мегабайт, гигабайт, 128 гигабайт вмещается, по-моему, два часа, ну, и пару минут на эту девять часов тридцать минут, девять часов. Это так, это в самом большом разрешении, высоком, 4К. разом возьмусь, и нахэп, и я решу, на какую-нибудь это нахэп, и 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 нахэп, так, и нахэп, кINS. в школу, и на сегодняшний вечер прошло за сборные детей в школу, чтобы они, ничего не мешали, погладила кое-что, и сейчас еще нужно загнать их, чтобы начистили себе что тяжелого будет, это не у них стоят. Они у меня поболели за токами, их было так же. Поэтому я заказала. У нас есть сайт, где можно купить всякое школьное, и галстуки их любимые. Ритя тоже не любит галстуки, как и многие мужчины. И штаны у нас. Я не покупала первая, но мне больше всего нравится. Ничего у меня не получилось. Они как будто уже сгорели. Пахнет горелым, но не очень твердые. В общем, не знаю. Если вы понимаете, что я сделала не так, то, пожалуйста, жду ваших советов. Я еще добавила творожный сыр. Как бы нормально, но вообще не то. У мамы было всегда так вкусно. А вот это... Ну какая-то ерунда. Ну что ж, девочки. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И следующий влог у нас будет с вами из Лондона. Увидимся совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok